Особое внимание уделят инфраструктуре оснащение учреждений в соответствии с антитеррористическими требованиями, а также проверят, насколько готовы все участники образовательного процесса к экстренным чрезвычайным ситуациям. По словам Алексея Дренина, директора окружного департамента образования, именно благодаря грамотному реагированию персонала и поведению обучающихся жертв можно избежать. Сейчас во всех образовательных учреждениях установлены системы контроля доступом, охрана на входе, во многих персональный пропуск по картам. Некоторые организации уже начали присматриваться к технологиям Face ID. Но система контроля управления доступом есть везде, и везде охранник не должен пропустить посторонних лиц. Это еще один предмет проверки, потому что в рамках проверки в том числе будут проводиться потайные контрольные закупки. В части попыток проникновения сторонних лиц на территории образовательной организации будет рассматриваться, каким образом охрана реагирует. Мы всегда так делаем, и такие контрольные закупки, кстати, хочу сказать, они проводятся периодически, даже вне зависимости от того, происходит где-то что-то или нет. Продолжение следует...